Казахстан 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 Использованная литература Изменения в восприятиях, настроениях и ценностях установки Демографические изменения, новые знания это внешние источники нововведений А внутренние источники инновационных идей это неожиданные события для предприятия или отрасли Неоконкурентность Новое введение, основанное на потребности процесса, внезапные изменения в структуре отрасли и рынка, производственная применимость, здесь экономическая обоснованность, новизна и непременные свойства инновации, это обязательно должна отвечать запросам потребителей. Этапы жизненного цикла инновации, потребности, фундаментальные научные исследования, прикладные и экспериментальные исследования, опытный образец, новая технология, финансирование, производство, рынок. Классификация инноваций по степени новизны, это радикальные, улучшающие, модификационные. По объекту применения, это продуктивные, технологические, маркетинговые, организационные, процессные, комплексные. По масштабам применения, это отраслевые, межотраслевые, региональные, в рамках предприятия. По причинам возникновения, это реактивные, адаптивные, стратегические. По эффективности, это экономическая, социальная, экологическая, интегральная. Факторы, формирующие инновационную деятельность предприятия. Факторы внешней среды. Примулое воздействие, это государственные органы, профсоюзы, институциональная и законодательная деятельность, бюджетная и налоговая система, рынок, потребители, конкуренты, поставщики. Косвенного воздействия, это состояние экономики, состояние финансовой и денежно-кредитной сферы, состояние научно-технического, технологического и инновационного потенциалов общества. Правовые факторы, политические, международные, социокультурные, природные, ресурсные. Факторы внутренней среды. Это ресурсные, информационные материалы, финансовые, трудовые и другие. Здесь техника, технология, организация, менеджмент, персонал, маркетинг, неокр, инфраструктура, организация. Материальные носители нововведения. Это нормативно-техническая документация, проектно-конструкторская документация, научные публикации, патенты, лицензии изобретения, образцы новых товаров, образцы нововведения, технических процессов, новых видов техники, новые виды информационных устройств и другие. Этапы инновационной деятельности предприятия. Здесь проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по разработке идей общества, осуществлению лабораторных исследований, изготовлению лабораторных образцов новой продукции, видов новой техники, новых конструкций и изделий. И подбор новых видов сырья, материалов для изготовления новых видов продукции. Разработка технологического процесса, изготовление новой продукции. Проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов новых средств труда, то есть новой техники, необходимой для изготовления продукции, в том числе машин, механизмов, приборов. Разработка и внедрение новых организационно-управленческих решений, направленных на реализацию инноваций. Исследование, разработка или приобретение необходимых информационных ресурсов и информационного обеспечения инноваций. Подготовка, обучение, переквалификация и специальные методы подбора персонала, необходимого для проведения НИОКР. Проведение работы или приобретение необходимой документации по лицензированию, патентованию, ноу-хау. Организация и проведение маркетинговых исследований по продвижению инноваций. Цели инвестирования. Здесь расширение производства, реконструкция, освоение и выпуск новой продукции, новое строительство и техническое перевооружение. Обобщенная схема анализа инновационного проекта. Проект оценка производственных возможностей, анализ показателей качества новшества, анализ прибыльности проекта, анализ и формирование стоимостьных оценок новшества, исследование технологических возможностей, анализ финансово-экономического состояния фирмы, оценка уровня НИОКР, анализ макроэкономических и политических ситуаций, анализ институциональных и законодательных факторов, анализ рынка, анализ отраслевой принадлежности. Виды и этапы работ по технической подготовке производства. Первое – это проектирование изделия, проектирование технологий производства. И третье – это постановка продукции на производство. Показатели технического уровня производства – это научно-технический уровень, наука, емкость продукции, уровень НИОКР, обновление продукции, обновление оборудования, обновление организационно-технологических структур, экономическая эффективность инновационной деятельности. Организация – здесь ритмичность, длительность производственного цикла, рациональная организация процесса, непрерывность, замкнутость, последовательность, параллельность, стадийность производства, эстетика и культура производства. И уровень технологий – здесь техническая управляемость, технологическая интенсивность, гибкость и адаптивность технологий, новизная приоритетность, технологическая безопасность, безотходность и экологичность. Уровень техники – здесь техническая и энергетическая вооруженность труда, производительность техники, степень механизации и автоматизации, возврат основных средств, моральный износ оборудования, структура парка оборудования, эргономичность. Мероприятия по внедрению новой техники и технологии, совершенствование на научной основе системы управления и организацией производства, изменения и улучшения организации труда и подготовки кадров, совершенствование системы, ценообразование, сбыта и системы оценок эффективности производства и так далее. Эффекты от инновационной деятельности – это технические эффекты. Прямой определяется в специфических для объекта единицах. Непрямой – это обучение новым технологиям, ноу-хау, патенты и приоритеты, выявление слабых мест. Экономические эффекты. Прямой – увеличение оборота, повышение прибыли, снижение издержек, рост доли рынка. Непрямой – это снижение объемов продаж у конкурентов, повышение издержек у конкурентов. Прочие эффекты. Прямой – экологические, социальные, управленческие. Непрямой – научное признание, самоутверждение. Организации инновационной инфраструктуры. Это инкубаторы, технологический парк, технополис, региональные центры науки и технологии. Собственные источники и формы финансирования инвестиционных проектов. Привлеченные средства. Эмиссия, размещение акций. Самофинансирование. Здесь амортизация материальных активов, амортизация нематериальных активов, чистая прибыль, направленная на инвестирование. Суммы, выплачиваемые страховыми компаниями в возмещении ущерба. И средства высшестоящих управляющих компаний, холдингов и других. Благотворительные и аналогичные взносы. Источники финансирования инвестиционных проектов. Внешние источники финансирования. Это ассигнование бюджетных различных уровней. Средства фондов поддержки предпринимательства. Иностранные инвестиции. Заемные средства. Виды инвестиций относительно объекта вложения средств. Это инвестиции. Реальные инвестиции. Нематериальные активы. Это ценные бумаги. Это финансовые инвестиции. Связь между типами инвестиций и уровнем их рискованности. Инвестиции в создание новых производств. Инвестиции в расширение производства. Это высокий уровень риска. Инвестиции в повышение эффективности. Инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов. Это низкий уровень риска. Основные этапы процесса управления инвестициями. Это анализ инвестиционного климата страны. Выбор конкурентных направлений инвестиционной деятельности. Выбор конкретных объектов инвестирования. Оценка ликвидности инвестиций. Определение необходимого объема инвестиционных ресурсов. Управление инвестиционными рисками. И методы оценки эффективных инвестиционных проектов. Здесь простые статистические. Это простая норма прибыли. Простой срок окупаемости. И динамические. Здесь чистый доход. Чистый дисконтированный доход. Индекс доходности. Внутренняя норма доходности. Дисконтированный срок окупаемости. Определение простой нормы прибыли. Здесь в таблице показано. Пример номер один. Здесь показатели дохода от проекта. Инвестиционные затраты. Чистая прибыль. Тут берется два проекта. Проект А и проект Б. По выводу это более прибыльный проект А получается. Потому что здесь получается инвестиционные затраты в проекте Б больше, чем в проекте А. И доходы. И да, в основном это получают. А по второму примеру здесь одинаковые. Получается норма прибыли по проектам одинаковая. Хотя они имеют различные доходы и инвестиционные затраты. Инвестиционные затраты тут разные. Но доходы одинаковые получаются. Простой срок окупаемости здесь пример 3, пример 4 показаны. И дальше определение чистого дохода от инвестиционного проекта. И коэффициент дисконтирования. Здесь норма дисконтирования. Порисковый временный интервал получения дохода. И определение чистого дисконтированного дохода. Расчет чистого дисконтированного дохода по следующей формуле рассчитывается. Где вот допустим Т это номер временного интервала реализации проекта. Срок реализации проекта. РТ это поступление от реализации проекта. Это текущие затраты на реализацию проекта. Коэффициент дисконтирования. Это капитальное вложение проекта. Индекс доходности проекта. Вот по следующей формуле. И внутренняя норма доходности здесь. И заключение. В целом институты развития должны сформировать единую систему. Устойчивое функционирование. Которое будет основано на принципах централизации. Специализации, конкуренции и транспарентности. Целью Казахстанского институтного фонда. Является оказание финансовой поддержки. Инициативам частного сектора. Несерьевым сектором экономики. Бутем долевого и неконтрольного участия. В основном капитале предприятий. Как в Казахстане. Так и за рубежом. Спасибо за внимание. Продолжение следует.